Этим почкам не дано больше увидеть прекрасной весны, раскачиваться на ветру или пережить первый теплый дождик. Еще вчера на этих ветках наперебой голдели воробьи, а дети вешали кормушки. Сегодня гробовая тишина и, кажется, даже птицы растеряны. Это были красивые раскидистые пусты ароматной желтой акации. Они украшали дом со всех сторон 35 лет и никогда никому не мешали. Да, я живу здесь с самого начала. То есть ты приехала сюда в декабре 1984 года. И вот все эти кустарники были высажены. Все это я знаю, как было. Красиво было? Было красиво, да. Они же цветущие. Да, они акации. Мы сюда кормушки вешали каждую зиму. Для чего это было сделано? Почему именно вот здесь вот? Я еще подумала, наверное, опять ради машин. Потому что у нас, видите, ради машин все облагораживается. Все, все, все. Вон одни машины стоят. Буквально изуродовали территорию дома коммунальщики, которые якобы по устной просьбе одного из жильцов омолаживали кустарники. Никаких письменных заявлений согласия от жильцов дома на эти работы не было. Это нам сегодня подтвердили и в управляющей компании. Будем разглачивать человеку, который просил все эти работы выполнить. Знаете, просить это одно, а на бумаге написать это другое. Мне бумагу покажите, пожалуйста. Значит, нет заявления на омолаживание. Что значит нету? Это уже самоуправство. Главный инженер управляющей компании призналась. Убрать акации попросила управляющий советом дома, которая якобы одна за всех в доме решила, что зеленые насаждения во дворе не нужны. Однако при личной встрече жильцов с коммунальщиками выяснилось. Их просили лишь немного подрезать старые ветки с одного торца здания. В итоге жильцы теперь отчетливо понимают, когда руки растут не с того места. Работы производил плотник. Управляющая компания – человек, который понятия не имеет, что такое омолаживание кустарников и ландшафт территории дома. Да, разговор про тот угол шел. Вот видите, разговор шел про тот угол дома. Да, про тот угол убираем. А тут, мне кажется, рабочие неправильно разрубили. У нас в перечне работ заложено. Озеленение и благоустройство придомовых территорий. Это по-вашему озеленение? Так вы сделаете что-нибудь другое. Это озеленение по-вашему? Это обрезка кустарника. Вы его вырубили. И он не вырублен. Вот посмотрите, вот для примера вам. Вот здесь кустарник действительно омолажен. Вырублены старые веточки. А вот здесь он практически по ней торчат. Вот та акация. Она как сорняк растет. Еще лучше разрастется. Нам не надо лучше. Нам надо так и было. Они будут свеженькие. Вы это знаете. Вот лучше теперь займитесь фасадом. А на фасаде между тем на всеобщее обозрение открылись нелицеприятные словечки, которые раньше прикрывали цветущие акации. В то время, когда нормальные люди сажают деревья, жильцы Свердлово-166 чуть не плачут. Теперь им придется, выглядывая в окно, любоваться припаркованными автомобилями. К слову за то, что коммунальщики в кавычках облагородили территорию дома, жильцам будет выставлен счет за выполненные работы. Люди уже приняли решение написать заявление от всего дома природоохранную прокуратуру. Чтобы за каждый самовольно срубленный пустарник коммунальщики заплатили рублем. К этой истории еще вернется Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ.